Антон Павлович Чехов. Хамелеон. Через базарную площадь идёт полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина, на площади ни души. Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти. Около них нет даже нищих. Так ты кусаться окаянной, слышит вдруг Очумелов. Ребята, не пущай её. Нынче не велено кусаться. Держи. А-а-а! Слышен собачий виск. Очумелов глядит в сторону, видит из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трёх ногах, оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в сетцевой крахмальной рубахе и расстёгнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперёд, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий виск и крик «Не пущай!». Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросшей, собирается толпа. «Никак беспорядок, ваше благородие», — говорит городовой. Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстёгнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окробавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано «Ужо я сорвусь тебя, шельма!». Да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнаёт золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала. Белый борзущий ног с острой мордой и жёлтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса. — По какому это случай тут? — спрашивает Очумелов, врезаясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем? Палец! Кто кричал? — Иду я, ваше благородие, никого не трогаю, — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. — Насчёт дров с Митрием Митричем. И вдруг это подло и ни с того, ни с сего за палец. Вы меня извините, я человек, который работающий. Работа у меня мелкая. Пусть я мне заплатят. Потому я этим пальцем, может, неделю не пошевельну. Этого, ваше благородие, в законе нет, чтобы от твари терпеть. Ежели каждый будет кусаться, то лучше не жить на свете. — Хорошо, — говорит Очумелов, строго кашляя, шевеля бровями. — Хорошо. — Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям. Как оштрафуют его мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот. И я ему покажу Кузькину мать. — Иолдерин, — обращается надзиратель городовому, — узнает, чья это собака и составляет протокол. А собаку истребить надо. Немедля. Она, наверное, бешеная. — Чья это собака? — спрашиваю. — Это, кажется, генерал Ижигалова, — говорит кто-то из толпы. — Генерал Ижигалова? — Сними-ка, Иолдерин, с меня пальто. Ужас, как жарко. Должно полагать, перед дождем. — Одного только я не понимаю. Как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину. — Мне штана достанет до пальца. Она маленькая, ты ведь, вон какой, здоровила. — Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, потом и пришла. Твою голову идея, чтоб сорвать. — Ты ведь известный народ, знаю вас, чертей. — Он, ваше благородие, цигарка ей в Харю для смеха. Она, не будь дурой, тяпни. — Здорный человек, ваше благородие. — Врешь, кривой. Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умные господины понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Богом. А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано, нынче все равны. У меня у самого брат в жандармах, ежели хотите знать. — Не рассуждать. — Нет, это не генеральское, глубокомысленно замечает городовой. У генерала таких нет, у него все больше легавые. — Ты это верно знаешь? — Верно, ваше благородие. — Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые. Это черт знает что. Ни шерсти, ни вида. Подлость одна только. И этакую собаку держать? Где же у вас ум? Попадись, этакая собака в Петербурге или Москве, то знайте, что было бы. Там не посмотрели бы в закон. А моментально не дыши. Ты, Грюкин, пострадал, и дело этого так не оставляй. Нужно проучить. Пора. — А может быть и генеральское? — думает слуга родовой. На морде у нее не написано. На Меднево дворе у него такое видел. — Везти мы генеральское, — говорит голос из толпы. — Надень-ка брат Елдыри на меня пальто. Что-то ветром подуло, знобит. Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал. И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу. Она может быть дорогая. А ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить? Собака нежная тварь, а ты, болван, опусти руку. Нечего свой дурацкий палец выставлять. Сам миноват. Повар генеральский идет. Его спросим. — Эй, Прохор, поди-ка, милый, сюда. Погляди на собаку. Ваша? — выдумал. — Эдаких у нас отродясь не бывало. И спрашивать тут долго нечего, — говорит Ощумелов. Она бродячая. Нечего тут долго разговаривать. Я же сказал, что бродячая стала быть и бродячая. Истребить вот и все. Это не наша, — продолжал Прохор. Это генералова брата, что на Меднись приехал. Наш не охотник, да, борзых. Брат их не охочь. — Да разве братец их не приехал? Владимир Иванович? — спрашивает Ощумелов. И все лицо его заливается улыбкой, умиленья. — Ишь ты, Господи, а я и не знал. Погостить приехали в гости. Ишь ты, Господи, соскучились по братца. А я ведь и не знал. Так это их собачку очень рад. Возьми ее собачонка. Ничего себе шустрая такая. Цап этого за палец. Ха-ха. Ну, чего дрожишь? Р-р-р-р. Сердится шельма, цуцик эдакий. Прохор зовет собаку, идет с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным. Я еще доберусь до тебя, — грозит ему Ощумелов. И запахиваясь в шинель, продолжать свой путь по базарной площади. 1884 год.